Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Странное чувство, не знаю, почему меня это так поразило. Я пошла в читальный зал в одной из библиотек. Рядом со мной в читальном зале сидел молодой мужчина, примерно моего возраста. Потом он вышел и был стал секретарем библиотеки. Затем он зачем-то начал беседовать с молодыми первокурсницами, которые читали рядом с ним. Потом он начал разговаривать с каким-то парнем, с которым они были знакомы, но парень почему-то его не помнил. Мне приглянулся этот мужчина, он показался мне очень общительным и приятным. Я пытался ему улыбнуться, он отвернулся. Потом после библиотеки я случайно встретил его в магазине возле дома. Он демонстративно отвернулся от меня. Странная ситуация, пустяковая история, но меня почему-то она очень задела. Первый раз сталкиваюсь, чтобы малознакомый человек так демонстративно показывал свое пренебрежение, как с этим справиться и забыть этот пустяк. Но, собственно, для начала перестать объяснивать. То, что вы описали, никак не является пустяком, судя по тому, что вы описываете. Это не пустяк. Если бы это было пустяком, вас бы это не задело бы так. Раз задело, значит, не пустяк. Это первое, что я хотел бы сказать. Второе, что я хотел бы сказать, это то, что, ну вот, как будто бы вам человек понравился. И то, что человек, который вам понравился, вас отверг и является как будто бы проблемой. То есть, ваше, ну, ваше, 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 собственно, чувство к нему, как будто бы является проблемой. То есть, иными словами, можно сказать, что у вас к человеку появилась симпатия. Он вам понравился. И вы в этом смысле негативно отреагировали на то, что он не захотел с вами сближаться. То есть, как будто бы ваша симпатия не про симпатию к человеку, а про то, что вы в этой симпатии почувствовали, что хотели бы быть ценной для него. Возможно, речь идет о том, что вы хотите быть более общительным, чем он. Ой, то есть, не более общительным, чем он, а просто более общительным. И вам в этом смысле понравилось, вам понравилось то, как он себя ведет. Вам понравилось то, что он такой общительный. Вам это понравилось. И в нем вы видели для, вероятно, себя какую-то возможность быть той, кем вы хотите быть. Только, на мой взгляд, ваши, ну вот, такого рода желания, хоть и являются абсолютно и совершенно нормальными, опосредованы через этого человека. То есть, иными словами, здесь мы говорим именно конкретно об опосредованности. Я могу быть ценной, я могу быть важной, я могу быть значимой, я могу быть интересной, только через него, только с ним. Я думаю, что если вы заметили, если вы почувствовали, что вас, ну, отвергли, да, высказали пренебрежение, вот, то, это история про то, что вы готовы это пренебрежение почувствовать, это история про то, что вы готовы это пренебрежение ощутить, это история про то, что вы готовы, по сути дела, пренебречь сами собой. И то, что вы приписали его поведению пренебрежение, на мой взгляд говорит о том, что вы сами собой пренебрегаете. То есть речь идет о именно и о конкретно вашей в данном случае проекции на этого человека. Какой-то свой внутренний конфликт вы перенесли на него, перенесли на мужчину. Ну да, это связано с тем, что мужчина вам может быть понравился и так далее, только природу этой симпатии и природу этой симпатии вы не исследовали. Не увидели, не поняли, если хотите, вот, пропустили. Вы ее пропустили, просто пропустили ее. И это, на мой взгляд, является проблемой. Еще я думаю, что вы, вероятно, чувствуете себя более скованной, чем, чем он, рядом с ним вы почувствовали, может быть, как раз свою скованность. С ним у вас появилась, как вам кажется, возможность быть более раскованной, вот, но он вас отвергл. По крайней мере, так вы это приборнаться-то, вот. В действительности мы же не знаем, в действительности мы не знаем, и мы не можем знать, отверг ли вас человек на самом деле. Потому что, может быть, у него были дела, может быть, он увидел, что он понравился вам и понял, что вы хотите с ним, например, пообщаться, а времени пообщаться у него с вами не было, и так далее. Здесь важно то, что вы приняли это на свой счет. И вот то, что вы приняли это на свой счет, не является случайным. То, что вы приняли это на свой счет, является отражением, является следствием, если хотите, определенных ваших проблем, которые, эти проблемы вам, вероятно, не были, ну, не были ясны, понятны, очевидны до того, как мы не встретились с ним, с ним. Когда же вы с ним встретились, когда же вы с ним столкнулись, эти проблемы далее собезнат. Но поскольку вы сопротивляетесь, то есть вы, ну, предпочитаете, оставаться в этих проблемах, потому что что-то менять страшно, а может быть даже неправильно, неприлично, плохо. Тут еще предстоит выяснить. То дело, конечно же, не в вас, а в нем. Дело в мужчине. Это он ваш отверг. Это он поступил как-то плохо. Так что, я думаю, что все было бы проще, если бы вы увидели в этом феномен собственных проблем, никак не связанных с ним. Никак не связанных с ним. Если бы вы это сделали, вам было бы легче. Поэтому я и предлагаю вам смотреть на это именно так. Вне зависимости от того, что человек хотел, что человек сделал, как человек поступил, то, как вы это восприняли, говорит именно о том, что у вас есть определенные сложности. Есть определенная скованность, стеснительность и так далее. Вы же сказали о том, например, что пытались ему улыбнуться. Но вы пытались ему улыбнуться так, как будто бы для вас это было сложно. То есть вам почему-то было сложно ему улыбнуться. И у этого есть свои причины. У этого есть свои основания. Как правило, эти основания заключаются в том, что человек склонен в той или иной степени испытывать стыд, испытывать какой-то такой вот страх и так далее. Да, мой коллега прав, говоря о том, что тема отвержения идет из детства. Мой коллега прав. Но, на мой взгляд, не обязательно, ну, условно говоря, копаться в вашем детстве. Достаточно просто замечать какие-то свои поведенческие реакции, поведенческие модели. Достаточно замечать свои чувства. И этого будет вполне достаточно, чтобы вы смогли реагировать на то, что происходит по-другому. Не так, как сейчас. Вот. Вы можете это сделать, но вам, вероятно, для этого нужна помощь психолога. В первую очередь, ваше, ваше чувство нужно прожить в первую очередь. В первую очередь необходимо прожить его, чтобы увидеть, что там за ним находится. Чтобы увидеть, что оно из себя представляет, это чувство. И, если заняться этим, я думаю, что очень быстро вы поймете, что дело здесь. Совсем не в мыши, а в том, что вы, скорее всего, себя подавляете. То, что вы себя ограничиваете, то, что вы себя сдавливаете, то, что вы не свободны. Вот. И так вы себя чувствуете, так вы себя ощущаете, это крайне болезненно, неприятное чувство. Вот. А человек тем, что поступил несколько не так, как вы ждали, не так, как вы хотели и так далее. Вот. Просто разрушил ваши ожидания. Вот вы говорите об этом, что мало знакомый человек демонстрирует такое пренебрежение. Почему? Чем же вас тогда это за дело? Если это мало знакомый, как вы говорите, человек. Ну, казалось бы, если человек мало знакомый, то и задевать, ну, задеваться тут нечего. Но вас же это за дело. И судя по тому, что вы даже написали нам, задевать это весьма и весьма сильно, весьма и весьма серьезно. Поэтому нужно выяснить, чем. Нужно выяснить, какого рода, с какого рода проблемами вы здесь сталкиваетесь и решать их. Вот. Вот как-то так, я думаю, можно было бы вам с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии ответить. Я надеюсь на обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Позволит вам увидеть, в каком направлении вы хотели бы работать над собой. Попробуйте также, для, так скажем, несколько лучшего понимания, да, вот, попробуйте увидеть, каким представляется вам мужчина здесь. То есть, какой, какой фигурой, условно говоря, человек обладает. Попробуйте, пожалуйста, это увидеть. Это тоже очень важный момент. Вот то, как вы его видите, да, то, как вы его видите, какие вы его видите. Вот это очень хорошо наглядно показывает то, с какой проблематикой вы сталкиваетесь. Что за фигура у человека, который не знаком вам, но который не захотел с вами вступать в контакт. И последнее, что я хотел бы сказать, это то, что мне показалось, что вот когда вы сказали, мужчина приглянулся вам, мне кажется, что это происходит довольно редко. Довольно редко вам кто-то приглядывается. А если так, то у вас высокие требования к людям. А если так, то у вас высокие требования к самой себе. И вот это также является трудностью, искусственной трудностью, которая усложняет вам, скажем так, сближение, сближение с людьми. И делает тех людей, которые вам приглянулись в кавычках, а как мы поняли, нужно еще выяснить содержание того, что вам кто-то приглянулся исключительно. На этом все. Обращайтесь. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok